МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что подготовили для самых маленьких. Белая горячка. Пьяный мужчина поджег свою сожительницу. Испугавшись, он принял меры к устранению следов преступления. А после обратился к соседям, чтобы они вызвали скорую. Чем не угодила женщина? Цветет и пахнет. В Бавруйске продолжается высадка цветов. У нас работают люди, которые занимаются разработкой новых клумб и планировкой. Где появились инсталляции? А также важные переговоры, отечественные товары и июньские заморозки. В Беларусь идет похолодание. Какими будут выходные? Плечом к плечу президент провел встречу с руководителями спецслужб стран СНГ. В фокусе внимания обострение военно-политической обстановки вокруг Содружества. НАТО наращивает присутствие на границах. Беларусь и Россия оказались в эпицентре событий. После того, как началась спецоперация в Украине, в ход пошли санкционные удары. Не прекращаются попытки дестабилизировать общественную ситуацию внутри государств. А параллельно и разобщить страны постсоветского пространства. Ставится прямая задача совершения тарактов на территории Беларуси. Притом мы получаем информацию, если, ну, кушать же им там хочется, которые отсюда сбежали несколько сотен. А деньги же просто так не дают. И если раньше говорили, ты давай в средствах массовой информации чего-то заявляй, то сейчас уже американцы и спонсоры говорят прямо, воевать будете, покажете свою решимость, сейчас нужно провести таракты на территории Беларуси, тогда дадим деньги. Больше ни под что деньги не дают. Только под вооруженную борьбу. Обратите на это внимание, это касается всех наших государств и руководителей спецслужб. То есть у нас готовят силовой сценарий смены власти. Мы это видим. Мы этого не допустим. Александр Лукашенко отметил, сегодня одной из ключевых угроз становится информационно-психологическое воздействие. Западные страны намеренно распространяют фейки в интернете, соцсетях и СМИ. Цель – подорвать авторитет наших государств на международной арене. Поздно опомнился. Пьяный мужчина поджег человека. 24 мая днем в больницу поступила 61-летняя женщина с сильными ожогами. Следователями установлено, она пострадала от рук сожителя. Во время застолья между ними произошла ссора, после которой приятель облил пенсионер Кулихова с пламеняющейся жидкостью и поджог. Испугавшись, он принял меры к устранению следов преступления. А после обратился к соседям, чтобы они вызвали скорую. Прибывшим медикам он пояснил, что женщина занималась палом хозяйственного мусора и на ней загорелась одежда. В настоящее время состояние женщины оценивается врачами как тяжелое. Мужчине грозит уголовная ответственность за покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. Повышенный тариф, первый укос и контрольная работа. У девятиклассников начались выпускные экзамены, что сдают школьники. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В хозяйствах республики продолжается уборка трав первым укосом. Выполнено более 23% плана. Аграрии приступают к заготовке кормов. В хранилищах уже свыше 9 тысяч тонн сена и около 130 силоса. Погода скорректировала график. Однако темпы в три раза превышают показатели прошлого года. Работы завершат в течение 15 дней. Близится к финишу и посевная кампания. Совмин готовит корректировку постановления о системе госрегулирования цен. Изменения будут направлены на стимулирование продаж и продвижение товаров отечественного производства. Создана экспертная рабочая группа, которая разрабатывает альтернативные механизмы регулирования стоимости. Среди ее задач – точечные меры. В Беларуси с 1 июня вырастет коммуналка. Речь о тарифах на теплоснабжение, которые поднимутся на 12,7%. Увеличатся также платежи за обогрев жилья с помощью электроэнергии. Повышения, напомним, ежегодные. Проходят в два этапа. С января дорожает все, кроме отопления. У девятиклассников начались выпускные экзамены. Продлятся они по 9 июня. Всего предстоит сдать 4 предмета. Русские и белорусские языки в виде изложения, контрольную по математике и устно историю Беларуси. Письменные работы помимо первого числа школьники выполнят 5 и 7. Начало испытаний в 9.00. В Беларусь идет похолодание. В пятницу на территорию страны начнет смещаться атмосферный фронт со Скандинавией. Местами пройдут небольшие дожди, прогремят грозы. Ночью температура будет находиться в пределах от плюс 5 до 13, днем до 20 выше нуля. В субботу и воскресенье станет еще прохладнее. В ночные часы в отдельных районах ожидаются заморозки до минус 2. С Настей в сторону в Могилевской области начал действовать запрет на лов сома. На хищника нельзя охотиться до 1 июля. Это связано с необходимостью восстановления популяции. Напомним, из-за браконьерства вплоть до 1981 рыба была занесена в Красную книгу. Но благодаря охранным мерам численность постепенно увеличивается. В случае лова самообыкновенно запрещенной для этого сроки, пронарушителю будет грозить административную ответственность. По части 1 ст. 16.25 Кодекса об административных портонарушениях, санкция статьи которой предусматривает административный штраф до 30 базовых величин. Вместе с тем пронарушителю придется заплатить до 12 базовых вреда, причиненных окружающей среде за каждую особь. Добыча хищника может обернуться и уголовной ответственностью, если вред окружающей среде превысит 3700 рублей. Госинспекция охраны животного и растительного мира напоминает, в случае вылова сом, независимо от его состояния, должен быть немедленно выпущен обратно в воду. Вот оно какое наше лето. В Бобруйске отметили День защиты детей. Инклюзивный праздник, щедрое сердце, развлекательные игровые и концертные программы, тематические площадки и многое другое. Парк культуры и отдыха в свою очередь порадовал скидками. В атмосферу детства окунулась и Елизавета Липеева. Во дворе 49-го дошкольного центра развития ребенка царит праздничная атмосфера. Шесть лет назад аллею олимпийской славы здесь заложили именитые спортсмены. Дарья Наумова, Геннадия Лещук, Инна Капишина и Игорь Бокий. Теперь она пополняется тремя кленами от Ирины Курочкиной, Ольги Хилько и Ванессы Колодинской. Высаживает дерево родная сестра чемпионки Рената. Ее воспитанницы исполняют танец «Беларусь – это мы» и разворачивают полотна в цветах государственного флага – символа сильной и независимой страны. Для меня большая честь и гордость сегодня продолжить Олимпийскую аллею. Это приятно, вызывает очень положительные эмоции. Хотелось бы, чтобы это продолжалось с каждым годом, чтобы копилка медалей пополнялась. И, конечно же, хотелось, чтобы все детишки стремились к спорту. Аквагрим, футбол на траве, шашки и шахматы, милые кролики и милицейские собаки. Возле Центра ДОП образования детей и молодежи разворачивается целая вселенная развлечений. Здесь же работают и площадки от МЧС, ГАИ и Красного Креста. Ребятам напоминают о самом важном – безопасности на каникулах. На импровизированной сцене маленькие звездочки завораживают зрителей артистичностью и красочными костюмами. Инклюзивный праздник «Щедрое сердце» удивляет масштабом. Детям с инвалидностью уделяют особое внимание. Наша общественная организация, Белорусский детский фонд, по сути, каждый день старается прожить этот день так, чтобы хотя бы одно доброе дело в адрес вот этих категорий детей было направлено. Мы горды и рады сегодня тому, что мы сегодня здесь гости. Мы видим великолепный праздник, улыбающийся лица. Мы очень благодарны всем организаторам и, прежде всего, Бобруйскому городскому исполнительному комитету, который поддержал идею Белорусского детского фонда. Детям нравится, мы лепили пирожные себе, вообще очень замечательно все организовано. С МЧС поговорили собаки, животные, ну прекрасно. Все попробовали, и кроликов посмотрели, поглазили, и потанцевали, и побегали, все очень прекрасно. Для детей подготовили очень хороший праздник, даже взрослым приятно посмотреть, как дети выступают. Веселые горки, железная дорога и мини-джет. В парке культуры и отдыха за порцией позитива и адреналина выстраивается длинная очередь. На все детские аттракционы билет 2 рубля. Здесь же внимание юных непосед привлекают развлекательные игровые программы. Не смолкая звучит звонкий смех и любимая музыка. На веселых горках катался на орбите на сюрпризе. На веселых горках самые эмоции вызвали. Но еще очень много планов, и очень круто. Каждый год я хожу 1 июня в парк, и здесь мне нравится все. Здесь и концерты, и программу составляют, и на аттракционы с друзьями можно покататься. Защита прав и интересов юных белорусов – приоритет политики нашей страны. Государство помогает всем, кто взял на себя ответственность родить и воспитать ребенка. Материальная помощь обеспечена с момента появления на свет. Работает система пособий, а для многодетных программа «Семейный капитал». Особое внимание всестороннему развитию молодого поколения. Для счастливого детства в республике созданы все условия. Елизавета Липеева, Татьяна Горбач, Станислав Чичерин, Максим Галеонко. Бобруйск, 360. Экология и креатив. В Бобруйске продолжаются работы по озеленению. На перекрестке Минской и Шинной высаживают колеус сценарарию «Оператум». Совсем скоро здесь появится цветочная композиция в виде журавлика, которая поднимается к солнцу и государственному флагу Беларуси. На днях, благодаря фабрике художественных изделий, оригинальная инсталляция украсила Георгиевский проспект. На нашем участке озеленения работают лучшие специалисты. Они всегда занимаются подбором новых видов растений, цветов, осуществляют качественный уход за ними. Также у нас работают люди, которые занимаются разработкой новых клумб и планировкой. В течение июня в городе появятся новые флористические композиции и современные архитектурные формы. В планах коммунальщиков посадить 700 тысяч цветов, 4 тысячи деревьев и столько же кустарников. Плюс восстановить более 3,5 гектаров газонов. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok